На востоке страны очередные потери. За прошедшие сутки погиб еще один наш боец. 22 украинских солдата ранены. От рассвета и до позднего вечера продолжаются вражеские обстрелы под Авдеевкой. В направлении города только за минувшие сутки боевики выпустили более 200 мин и 80 танковых снарядов. С прифронтового города репортаж Геннадия Вивденко. В этой цистерне 8 тонн воды. Разливают всем без ограничений. Привезла воду из источника международная организация. Вот видите, какая очередь выстроилась с утра. Во время раздачи воды раздается громкий взрыв, но очередь остается на месте. Двухлитровые, больше никаких нет. Мы вам сейчас дадим канистры, у нас есть. С источника не кипятить ничего не надо, полностью пригодно для того, чтобы... Сколько у людей посуды, столько и наливаем. Это один из пунктов гуманитарной раздачи воды в центре Авдеевки. Главное, чтобы не стреляли. Набрал вчера, сегодня пить на две семьи. На соседней улице ликвидируют последствия попадания снаряда в общежитие. Службы города помогают стараются. Фанеры будем забивать пока. А уже если стеклопакеты, тогда надо оформлять помощь, каритас или нет. Жить нереально в ближайшие эпохи. Пока не сделают стенки, и все береги не будет. Вся тишника, вся мебель, все. Ничего живого нет. Удивительно, как еще потолок не пробило. А остальное, в общем, жить невозможно. Жителям здесь повезло. Не сработал заряд 125-мм вражеского танкового снаряда. Наверное, используются снаряды, которые выпущены в Радянском Союзе еще давным-давно. На счастье, вчера так же был схожий прилет в один из домов. Там снаряд взагалі не разковывался, он целый пробил, просто насквозь пробил дом. И это, конечно, удивительно, что никто не постраждал. Глава области обещает быстро получить средства на ремонт зданий и улиц. Но режим тишины наемники пока не соблюдают. Группа ремонтников не смогла выехать на поврежденную боевиками фильтровальную станцию. Поврежден хлоропровод. Вытекло 2,5 тонны жидкости. На жаль, сегодня, в принципе, сранку режима тишины не было. И области повернуло назад бригаду, которая могла отремонтировать. В субботу сранку будет подача, люди наберут. Дай бог, еще и в неделю подамо. Жертв, к счастью, нет. Но повреждено более 10 зданий в городе. Прилетело в жилой сектор до 30 вражеских снарядов. В основном танковых. В частности, в школу номер 7 и детсад «Малятко». Во время вчерашнего обстрела наемников там находилось 2 дошкольника. Директор собирается в комнатах снова развешивать украинские флажки. Нет, это детячие кусочки в украинске. Рядок наводят, стекла убрали. Понедельник. Завтра выходим. Думаете, сюда придут все-таки детки, да? Конечно, будем. Будем надеяться. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий и Игорь Щепет. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!